Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня я буду подкармливать своих орхидеек-малышечек, хотя их сложно назвать уже малышечками, это полноценные орхидеи, которые готовы к цветению. И вот именно я хочу посмотреть их цветение. Все эти орхидеи с шикарной корневой системой, они уже пересажены были, изначально они росли в одноразовом стаканчике, по такому же принципу, также нарастили очень много корней, и были пересажены уже в кубические горшки, очень симпатичные, и ворты. Кстати, раз я уже показала эту орхидейку, я буду ее разыгрывать на канале Яндекс Дзен, поэтому обязательно переходите туда, подписывайтесь и ожидайте розыгрыша, он будет в ближайшее время. Это очень красивая орхидея, крупная, розовая, с белой серединкой. Я ее показала, она цвела, я ее показывала в видео, я рассказывала о том, что я буду ее разыгрывать. Кто хочет получить такую красоточку, заходите на Яндекс Дзен и подписывайтесь. Но сегодня она также будет обрабатываться, возможно, даже я спровоцирую у нее повторное цветение, и к вам она уже поедет с новым цветоносом. Так, эти все орхидейки необычные, очень необычные. Здесь бабочки, беглипы, можно так сказать, мутантики. Для новичков, да, я расскажу, что вся мутация, вот, к примеру, бабочка, это, получается, называется за границей просто мутацией. И, в принципе, за границей эти растения не ценятся. Ценится классический вариант цветка, а вот это уже защипики, большие губки, это ценится только в России, реально, и они только нам задирают на них цену. Во все другие страны они их продают, наоборот, дешевле, как брак. Вот, ну, а у нас это прямо изюминка, ну, и, конечно, спрос рождает предложение, поэтому их начали еще больше выводить, начали их размножать, так скажем, выводить новые сорта, именно из-за того, что в России они очень большим спросом, да, пользуются. И вот здесь как раз-таки все эти малышки должны быть нереально красивые. Я их брала на Уральской 77 в городе Краснодаре, и у них потерялись все бирочки, представляете? Из этих всех орхидей я знаю только что вот это восковой бордовый беглиб. Вот, все остальные орхидеи, бирки потерялись, они приблизительно все одинаковые, я не знаю, как они зацветут, поэтому мне хочется скорее-скорее спровоцировать у них цветение. Ну, и, конечно же, да, я не могу начать ни одну обработку, не рассказав о том, что пышное цветение это все-таки совокупность действий. Ни одна орхидея не будет у вас пышно цвести, если у нее недостойное освещение, если у нее плохая посадка, если у нее слишком большой горшочек, да, где корневая система еще не заполнила весь объем. Точно так же, если орхидея не подкармливается, она будет расти и тратить именно свои же жизненные силы. Грунт со временем, да, вот многие полагаются на грунт, но я же посадила ее в хороший грунт. Но грунт имеет такое свойство истощаться, и получается, да, со временем грунт вообще ничего не несет, а иногда даже портится, да, и несет только негативное влияние на корневую систему орхидеи. Поэтому обязательно нужно обращать внимание и на грунт, и на подкормку, на удобрение, обязательно на освещение, вот, это залог успеха. Ну и, конечно же, да, все мои обработочки начинаются с того, что я беру мягкую теплую водичку. Это обязательно. И сегодня я поставила эти орхидеи именно как в пример, да, чтобы вам показать, как я буду это делать, да, как я буду производить эту обработку именно на цветение. Но, знаете, что так же я буду обрабатывать свои орхидейки, которые отсвели, вот, например, Моушен. Орхидея была реанимашка абсолютно без корней. Сейчас посмотрите, что у нее творится в горшке. Вообще здесь керамзит немножечко триферно, вообще обалденно нарастила корни, полностью вышла из реанимационного состояния. Вот такие орхидейки от цветашки я тоже буду сегодня обрабатывать таким способом. И так же те орхидеи, которые растят, цветоносы, тоже будут обрабатываться именно для того, чтобы наполнить их жизненной энергией, силой, улучшить у них иммунитет. И чтобы они пышно зацвели и не во вред себе, да, а в пользу. Потому что многие орхидеи, особенно это касается мультифлорок, они очень пышно цветут и тратят всю свою энергию. И в конце концов потом они, знаете, чахнут и погибают. Чтобы этого не случилось, обязательно подкармливайте свои растения. Чтобы добиться двойного цветения у орхидеи, таким способом нужно будет обработать всего два раза с промежутком в две недели. Можно в месяц, да, этот промежуток не особо важен, но главное, чтобы обработалась орхидея два раза. Обычно бывает, что я орхидею обрабатываю таким способом, она практически сразу выпускает цветонос. И уже во время того, как цветонос приблизительно 5 сантиметров, я как раз обрабатываю второй раз. Это как раз-таки проходит примерно три недели, месяц, может быть, месяца неделя. Вот такой промежуточек. Чаще обрабатывать не нужно, чаще, чем две недели не нужно обрабатывать. Лучше, да, промежуток сделать больше, лучше не докормить, чем перекормить. Это всегда у меня такой, знаете, наверное, залог успеха в выращивании моих орхидеи. Я их не перекармливаю, у меня обработки идут с промежутком в месяц. Любые обработки я делаю с промежутком в месяц. Даже стимуляции реанимашек я провожу не раньше, чем через 10 дней. Хотя многие, да, пичкают их стимуляторами каждые три дня. И я всегда так руководствуюсь тем, что лучше не докормить, чем перекормить. Потому что перекорм, он дает обратный эффект. Вот, если вы каждую неделю будете обрабатывать стимулирующим препаратом или удобрением, или все вместе, то это сыграет обратную реакцию, и вы вообще не дождетесь ни листьев, ни корней, ни цветоносов. Будьте с этим аккуратными. И даже если вы использовали, допустим, какое-то домашнее удобрение, да, полили, допустим, с лимонным соком. Вот между обработками, следующим, да, удобрением или стимулятором должно пройти не меньше, чем две недели. Это важно, потому что, да, многие посмотрели, допустим, видео про лимонный сок, обработали. Через три дня, там, у другого блогера увидели, что обрабатывают, там, не знаю, удобрением, да, каким-то самодельным, или, не важно, покупным. Да, и еще раз обработали. И, естественно, это будет играть обратный эффект. Не меньше, чем две недели между любыми обработками. Не важно, это домашние коктейли или это готовые препараты. Так, естественно, я уже подготовила воду. У меня здесь литр теплой мягенькой водички, я ее набрала из фильтра. Вот, и сейчас в эту воду я добавлю живу. Это препарат, который очень хорошо стимулирует орхидеи на рост и цветение. Реально улучшается у орхидеи иммунитет, и я даже с помощью такого препарата реанимирую растения. Они отлично наращивают корни, листья. Кстати, вот эта орхидея, когда моушен, была реанимирована именно таким способом. Она сначала была пролечена таблеточками, тронидозолом, и я обрабатывала ее с перекиси водорода. А потом стимулировала ее именно живой. Эффект был ошеломительный. Но от розовой живы реально растут цветоносы. И она несколько раз выпускала мне цветоносы, которые приходилось отщипывать. Поэтому, если я реанимирую орхидеи, я выбираю зеленую живу. Если я хочу спровоцировать цветение, я беру розовую живу. Это аминокислоты. Их там получается 18 аминокислот плюс микроэлементы. Я делаю свою такую собственную дозировку, потому что, когда я по инструкции разводила, там 1 грамм на 1 литр воды, я не увидела никакого результата. Расстроилась и убрала этот пакетик в долгий темный угол. Но потом я решила дать живе второй шанс. И решила, что я разведу концентрацию такую, знаете, поядреннее. И я развела, получается, 2,5 грамма. Это пол пакетика на 1 литр воды. И это сработало прям вообще очень хорошо. Сейчас я вам покажу, как я это все делаю. Жива, вот при открытии, она имеет сладкий запах. И все-таки это порошок. И если люди аллергики, то, естественно, вдыхать нельзя. И вам тогда лучше выбрать жидкие аминокислоты. Такие тоже есть у нас на рынке. Такие, как аминосил, аминозол. Лучше обратить внимание на такие препараты. Это, знаете, можно сказать, идентичные, похожие по свойству препараты. Если у кого-то не страдает аллергией, конечно, можно взять вот такой вот дешевый пакетик живы. В моем случае, по моей дозировке, такого пакетика хватает на 2 раза. И он стоит примерно около 50 рублей. И одна обработка выходит примерно на 25 рублей. Это, кстати, я бы не сказала, что это дешево. Но и не сказала бы, что это дорого. Если другие препараты также разделять по обработкам, на стоимость одной обработки, на литр воды, так скажем. То выходит, например, бывает и дешевле, бывает и дороже. Это, так скажем, среднее. Но если увеличить, например, это до 10 обработок, сами считайте, какая сумма получается. Просто иногда мне говорят, ой, препараты дорогие. Но да, можно купить дешевый препарат всего на 2 раза. А можно купить препарат подороже, который хватит надолго. Ну, как бы это уже сами решайте. Каждый для себя выбирает сам. Здесь пакетик 5 грамм. В розовой живе 5 грамм. В зеленой 10. Я отделяю пол пакетика. Вот так вот просто пальчиками. Не заморачиваясь и всыпаю, придерживая, высыпаю пол пакетика живы. Вот. Все. Пол пакетика остается. Пол пакетика у нас в водичке. Хорошенечко я сейчас это размешаю и покажу вам, как нужно обработать для того, чтобы она сработала. Убрала цветущие орхидеи, на их место поставила еще пару подросточков. И как нужно обработать для того, чтобы все идеально сработало. Сначала нужно обработать по листу, хорошенечко смочив листовую пластину. Если боитесь опрыскивать, берите ватные диски, салфетки, обрабатывайте по листу. Это очень важно. Если хотите двойной эффект, двойное цветение, то, естественно, нужно обрабатывать и по листу, и по корням, чтобы добиться этого двойного эффекта. И вот так вот хорошенечко с двух сторон я буду обрабатывать этих растюшечек, хорошо-хорошо увлажняя им листочки. Конечно, это в идеале делать в ванне. Вот, ну, если нет возможности отнести в ванну, можно и вот таким вот способом. Так, теперь делаем пролив, да, делаем корневую подкормку. Как я уже говорила, никаких замачиваний, никаких погружений, не провоцируем гнид корневой системы. Здесь нужно именно обработать по листу, сделать легкий пролив. Так, чтобы на донышке в нашем горшочке было примерно сантиметр воды. Можно чуть-чуть меньше. И все обработки я делаю в первой половине дня. К вечеру я эту всю водичку с горшочков с биопрепарат, который, да, если он постоит, он начинает подванивать, так скажем. Этот запах, он, конечно, уходит, но лучше слить, чтобы, знаете, вот не было никаких проблем на ночь слить эту водичку и все. Через три дня полить чистой водой. Вот, поэтому, собственно, вот так вот я сейчас буду делать пролив. Хорошо смачивая корешочки. Ничего сложного, просто добиваюсь того, чтобы был внизу сантиметр воды. Ну и, как всегда, проливаю по кругу. Это можно делать и с лейки, абсолютно спокойно, абсолютно так же взять и полить с таким препаратом с лейки. Переходим на следующую орхидейку и точно так же добиваюсь, чтобы был примерно сантиметр водички на донышке. Здесь вообще закрытая система, вот, и водичка будет там, можно сказать, стоять. Вот таким вот образом. Эти орхидейки сейчас с легкостью выпустят мне цветоносы. Ну и еще важно учитывать, что цветоносы орхидеи выпускают, если дома прохладно. Если жарко, они могут начать очень такой активный рост, поэтому это тоже нужно учитывать. Если хотите добиться цветения, то нужно температуру постараться в помещении снизить. Потому что при повышенных температурах орхидеи будут активно расти, а не цвести. Поэтому у многих бывает такое, что говорят, ой, мы делаем все обработки для цветения, поливаем калийными удобрениями, орхидеи все равно растут и жируют. Это потому что у вас жарко. Попробуйте снизить температуру, и орхидеи повыпускают свои цветоносы. Ну, собственно, вот такой вот легкий полив, пролив. Сейчас я включу вентилятор, да, и сейчас здесь, конечно, вот днем температура примерно 26 градусов. Они очень легко просохнут. Конечно, на балконе я очень буду стараться понизить температуру, но у меня здесь и возможность сейчас понизить температуру только с помощью опрыскивания и вентилятора. Другого варианта пока нету. Хотя мечтаю установить здесь сплит-систему. Вот таким вот способом все будет поливаться, каждая орхидейка. Вот такие они теперь чистенькие, красивенькие, помытенькие, обработанные и с радостью зацветут, порадуют своим цветением. Ну вот и все. Моя обработка на двойное цветение закончилась, и буду ждать, собственно, цветоносики у этих орхидей. Потом обработаю повторно, чтобы было много бутончиков. Кто еще не пробовал обрабатывать свои орхидеи препаратом живо, обязательно попробуйте. Орхидеи очень любят аминокислоты, любят, да, дополнительные микроэлементы. Они от них хорошо растут, зацветают. В общем, вы ничего не потеряете, а только улучшите состояние своих орхидей. Ну а на этом я с вами буду уже прощаться. Всем любви, всем удачи, всем двойного цветения. Всем пока-пока.